Всем привет, с вами Мосс. Этот ролик будет своеобразным тестом благосклонности электроников к бездонатным персонажам. Мы с вами сегодня откроем награды за первую ВЛ, за элиту Squad Battles, за Division Rivals. Плюс я поделюсь паками, которые у меня были до этого, что мне успело вообще выпасть с начала FIFA. А так-то вообще после первой ВЛки, ну серьезно, мне надо было немного отлечься от FIFA, выпустить пар и как следствие расслабиться. Ветхие иконки на компе уже приелись и я решил попробовать кое-что новое. Так-то я всегда любил военную тематику и еще 15 лет назад ламал крыльев фоке-вульфом, клацая по примитивному джойстику. И как же оно классно снова вернуть те эмоции, но уже в самой продвинутой и динамичной игрухе. Как вы уже поняли, речь о War Thunder. Скачал бесплатно и мою не первой свежести железо без проблем все затащило почти на максималках. Проработка локаций топовая, детализация реально как в кино. Апгрейды начинки, техники, ее внешности, модернизация экипажа я честно залип на несколько часов. Ввиду природной скромности, перед первым боевым полетом я сначала принял участие в наземном сражении. Искусственно повертев дулом, сделал пару киллов и моя команда выиграла. Самолетом управлять было чутка сложнее, но и тут practice makes perfect. Ну и главный вау-эффект — это сражение на вертолетах. Тут уже при должной сноровке и уровне прокачки раздавать можно и нужно всем и вся. Правильные пушки сберяют вражину всего за пару секунд. Ребят, на полном серьезе, попробуйте тоже. К тому же, перейдя по ссылке в описании, вы не только сможете бесплатно скачать игруху, но и получите крутецкие бонусы, которые существенно помогут вам на старте игры. Ну а теперь, приятного просмотра. Кто-то скажет, что без FIFA Points нормально подкрывать паков не получится. Так оно и было пару лет назад. Но теперь с россыпью СБЧ, наградами за Squad Battles, Division Rivals и Weekend League даже образцовый бездонатный аккаунт еженедельно препарирует добрый десяток виртуальных упаковок. Первые дни вся надежда была на промо-паки за самую жирную версию FIFA и выгодные СБЧ-шки. Правило у меня с ними простое. Если стоимость сборки как минимум вдвое дешевле номинала пака, собираю. В противном случае нет. Поначалу электроники решили мне щедро насыпать бюджетных бестов из АПЛки. Кто б спорил, ребята играбельные, но на трансферном рынке ничего не стоит. А самым хайрейтовым уловом до поры до времени оставался Каспер Шмейхель, на котором тоже ну никак не поживиться. В четверг подъехали титульные матчи, и тут тоже сплошное разочарование. Ни одного мало-мальски стоящего игрока. Ситуацию исправили первые награды за Squad Battles. Да, я не фанат каток против компа, тем более, что в этом году он стал каким-то озверевшим, и именно от ИИ я отхватил на старте большую часть поражений. Но немного привыкнув, я таки отстрадал СБ на Элиту 1, и получил причитающиеся 30 тысяч монет и два рарных мегапака. Вот в одном из этих двух наборов и притаились искупители моих страданий. Сначала приветливо вышел Давид Сильва, а за его спиной притаился ОТВ-шный Ришарлисон. Оба, кстати, до сих пор сидят в клубе и ждут момента для выгодной продажи. Далее, думаю, как и все, я попытался поймать годноты ВПК на синие еврокубковые карточки. Более-менее повезло, выпал Минди, который сразу улетел по максималке за 30 кусков. Собрав по сусекам всякий шлак, я сделал еще пару обменов на синяков, и меня за это отблагодарил старина Мюллер, не особо играбельный, но на баночку присел. Эта синяя к Тавасе вообще нормально окупилась, ибо в СБЧ, где надо было уже пожертвовать такую карточку, мне выпал Синьор Санчес, мгновенные 46 тысяч в нищебродский бюджет. Вот дальше дела пошли ни шатка, ни валка. В центральных матчах, промо-паках и других ПК-раздачах лучшее, что выпало, это обычный Мюллер, которого также есть смысл приберечь до подорожания высокорейтинговых игроков, а ведь оно должно быть, так что если есть лишняя голда, можете прикупить тех же 83-х и 84-х ребят, которые сейчас стоят копейки. Вот мы и подобрались к главному событию этого видоса. Тут я ради контента даже решил взять награду за Division Rivals паками, хотя разумнее, как по мне, всегда выбирать монеты. В мешке с пакетами также оказалась очередная Элита 1 за Squad Battles, ну и, конечно же, ништяки за Злота 3 в многострадальной Уикенд Лиге. Разминочки ради начинаем с непродаваемых больших золотых премиум наборов за Division Rivals. Тут, считай, совсем по нулям. Единственные экраны — это очень играбельный, но ничего не стоящий дупликатор Абьо. А вот в промо-паксах скрывался уже более интересный с финансовой точки зрения француз. Дальше под нож пошли трофейные мега-паки. Экраны сыпались почти каждый раз, но, к сожалению, опять считай по нулям. По факту лишь рейтинговое место под предстоящие сбычи, не более того. И вот остались три самых интересных и дорогих пака. Экраны, Португалия, всегда очень заманчиво, а по факту лишь Антони Лопеш. Следом тоже перспективные флаги, но и тут от силы 5000 монет. Но, как очень приятный бонус, за Илкаем сныкался жетончик драфта. Ну и в пакце с редкими золотыми игроками, том, что за ВЛ-ку дают, никому не нужный Адан. Что до столь заманчивых красных карточек на выбор, где был шанс выловить информ Мбаппе. Сначала трио, в котором самым сносным персонажем был признан Сабицер, а во втором, не вовсе трое абсолютно бестолковых игрочел. Не на это мы рассчитывали, правда? И я, как нелишенный азарта человек, лованулся собирать свежеиспеченные центральные матчи. Как выяснилось, не напрасно. В первом паке ловим чилийского дедушку доходягу, а на сладкое правильные флаги, правильный клуб и плюс 42 тысячи идут в казну МозФС. Итого, не поймав ничего прям таки выдающегося, имеем состав за 300 тысяч, 170к налички и еще кучу хайрейтов и информов для продажи в нужный момент. При самых скромных раскладах за первые три недели ФИФы в бюджете клуба 700 тысяч голды, а значит и миллион без доната за первый месяц более чем реально. Тем более, если вам с паками повезет чутка больше. Разумеется, я рассчитывал на более жирный улов в паках, но ничего страшного, думаю, в следующий раз повезет больше. Хотя, кого я обманываю? Ладно, у меня для вас хорошие новости. Я уже давно вынашивал идею моего с вами интерактива, вашего контента у меня на канале, и таки пришло время запустить новую рубрику, где мы с вами будем выбирать самые крутые, сочные и жирные голешники недели ФИФе 19. Правила простые. Вы снимаете свои самые красивые банки, присылаете мне видосы, я в свою очередь выбираю лучшие или плю эдакий топ-10, и в обязательном порядке указываю автора каждого из видеороликов, попавшего в нарезку. Требование, по сути, только одно, видео должно быть в удобоваримом качестве, там, не снятое на телефон, хотя бы там 720p. А все подробности, как снять, куда отправить, да и вообще все-все-все детали, вы узнаете в моей группе ВКонтакте, там уже появился специальный раздел, посвященный этой рубрике, поэтому чекайте ссылку в описании, там же, если что, найдете линк на мою инсту, а если вы впервые на канале, то обязательно подписывайтесь и жмите колокольчик, чтобы не пропустить следующий видос. Всем пока, с вами был Моз, скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok